Это прибор для заточки одноразовой бритвы. То есть есть бритва опасная, да, всем прекрасно известная, а есть, как говорится, одноразовая бритва. И вот непосредственно это станок для ее заточки. То есть сюда кладется бритва, да, ну и вот такими непосредственно движениями, да, она уже затачивается. В Северном музее не скрывают, благодаря новой выставке здесь твердо рассчитывают переплюнуть коллег по музейному делу. Таких проектов в Архангельске не было давно. Научные сотрудники решили в мельчайших деталях воссоздать интерьер и быт полярной станции. Все-таки полярник – это профессия достаточно героическая, да, то есть это действительно самые настоящие кумиры для целого поколения, особенно, например, поколения 30-х годов. Мы к нам посмотрели, да, фотографии того, собственно говоря, где эти самые полярники жили, да. Это был наспех, такой очень в короткие сроки наспех сколоченный дом, ну такой даже больше напоминающий сарай, да. Скромный интерьер – самые необходимые предметы быта, различные приборы и инструменты. Над воссозданием станции советского полярника 60-х годов научные сотрудники работали несколько недель. Сборно-разборную конструкцию самого дома сейчас монтируют на заводе. Каждый экспонат будущей выставки действительно использовался в 60-х. Ко многим вещам из прошлого столетия можно будет прикоснуться и сегодня. Выставку решили сделать интерактивной. Метеобудка, которая будет полностью восстановлена, да, то есть все приборы будут рабочие, в нее можно будет заглянуть, можно будет провести измерения, узнать влажность, температуру, то есть практически провести те самые метеонаблюдения, которые полярники делали каждые три часа, включая день и ночь. Интерактивная выставка откроется в гостиных дворах 29 марта, в день старта Международного арктического форума. Позже экспозиция переедет в Северный морской музей, где проработает до начала сентября этого года. Ирина Ившина, Владимир Орлов, 7 дней в регионе.